дорогие друзья у меня сегодня в гостях звезда нашей команды лилечка донского личка не все тебя еще знают мои подписчики мои друзья вот буквально пару слов о себе привет всем спасибо нет что пригласила на интервью очень интересно я люблю общаться с аудиторией у меня есть большой опыт я млм предприниматель уже более 20 даже уже 24 года более 24 лет активно веду бизнес именно онлайн продвигаясь и также я эксперт по продвижению и автоматизации бизнеса вконтакте через группы то есть это автоматизация настройка чат-ботов это мой конек ты еще и чат-боты настраиваешь обалдеть такая хрупкая красавица но тогда вот не зря не зря наше интервью расскажи пожалуйста как ты дошла до жизни такой что бах раз и автобонус вот это самый такой животрепещущий момент я не видела такую скорость и ни у кого хорошо я расскажу эту историю как я уже сказала я более 24 лет занимаясь млм бизнеса и конечно долгое время это было на земле то есть не было телефонов потом они появились потом появилась интернет но сначала сотовая связь потом интернет потом появились компьютеры и мы потихонечку активно перешли в онлайн пространство поэтому к чему я это веду чтобы быстро стартовать в любом бизнесе нужно иметь ресурсы и ресурсы они у нас разные первая часть ресурс это наши навыки наши компетенции что мы умеем и что мы можем дать этому миру согласно что это важно да потому что ну если говорить о любом бизнесе то в бизнесе важны люди потому что люди создают товарообороты и неважно это сетевой бизнес или любой другой потому что люди делают покупки соответственно есть товарооборот и если Если есть у людей интерес, то они будут приходить на человека. То есть если люди чувствуют, что есть польза, есть отдача, хочется быть рядом, хочется быть в поле этого человека, я сама просто такая. Потому что я тянусь за теми, кто занимает активную жизненную позицию, у кого есть чему учиться. Если я чувствую, что я рядом с этим человеком буду расти, развиваться, конечно же, я выберу такого человека. Согласна? Ну, конечно, согласна. Я сама выбрала. Я-то в этом бизнесе, ну, скажем так, буквально по третий месяц всего. Я вообще раньше к нему отношения никакого не имела, занималась своими экспертностями. И у меня тоже первый ранг, в общем-то, закрыт на этот месяц. Для меня это полная неожиданность. Поэтому мне интересно, я понимаю, что у тебя больше задаток, больше фундамент, допустим, чем у меня. Но я-то тоже намылилась, представляешь, на автобонус. Правильно, правильно. Я сейчас расскажу. Вторая половина – это ресурсы, то, что наработано уже в соцсетях. То есть как мы проявляемся в соцсетях. Если людям интересно, они подписываются, они наблюдают, они ставят лайки, они комментируют. То есть чем больше вовлеченность аудитория, значит, это говорит о том, что вы интересны, что человек хочет быть в вашем поле. И ты знаешь, у меня так получилось, что я перешла из одной компании в другую. У меня совершился очень резкий переход, неожиданный. Он был незапланированный. В общем, туда так сложились обстоятельства, что я приняла решение уйти и попробовать себя в новом деле. Там у меня уже было выгорание, какое-то топтание на месте. Я уже не видела перспектив. Даже в какой-то степени у меня было разочарование. Разочарование в себе. Я думала, что, может быть, со мной что-то не так. Разочарование в бизнесе. И честно, мне уже было, знаешь, как вот, думаю, вот гори-не гори, да вот что будет. Я просто попробую. Я просто попробую, потому что иначе потерялся уже смысл жизни. Потому что не было драйва и огонечка. И когда я пришла в компанию Sabirian Wellness, то у меня как будто бы, знаешь, вот включилось всё внутри. Желание жить, действовать, говорить об этом всем. Вот просто настолько я почувствовала, что в этой компании действительно люди смогут заработать и легче развиваться. Очень крутой маркетинг план. Потому что если мы говорим о наших ценностях, то я скажу о своих. Да, вот потому что люди приходят на ценности. И моя одна из основных ценностей, я сейчас не говорю про такие глубинные и основательные, как семья, дом, любовь, дружба. Я сейчас буду говорить именно про бизнес. Хотя в бизнесе тоже важная ценность – это партнёрство. Это, да, законнектиться, поймать вот этот блютуз с партнёрами, чтобы чувствовать друг друга и быть друг другу полезными, усиливать друг друга. И моя ценность всегда была, и моя мечта, не реализованная в предыдущей компании, у меня всегда было желание собрать команду сильных, зарабатывающих, да, таких интересных людей, чтобы вместе двигаться к целям. И здесь я увидела, что люди, придя вот прям с нуля, в первый месяц, они увидят здесь всё, что они хотят. А самое главное, на первом месте мы говорим не про мечты какие-то, да, что-то эфиричное такое, недосягаемое. Я сейчас говорю про конкретику, потому что мы живём в реальном мире, и людям конкретно нужно в первый же месяц работы получить деньги. Ну, я же тоже, собственно говоря, из-за партнёров и пришла. У меня до этого был негативный такой опыт, меня то в одну компанию звали, то в другую, то в третью. И везде на полдороге, как только видели, что там, ну, как бы потенциал есть, ну, вот иди, иди там, да, и дальше сами перегорали, и я как бы там остывала потом к этому маркетингу. Но, тем более, это вот моё такое, скажем, прямо слабое место в маркетинге, я постоянно не понимала, где там, что, куда, вот такое метание. И, короче, я просто вообще уже оставилась для себя даже мысль, что я когда-то пойду в сетевой, и всё. Да когда я узнала, что ты там, Таня, у меня даже слово, она, я говорю, можешь даже дальше не продолжать. Она, идёшь в команду, и пыталась-то мне расписать, что, я говорю, не надо мне, потом всё скажешь. Да, иду, без разговоров, вот потому что вот этот именно коллектив, потому что я чётко знала, что здесь я получу вот эту вот поддержку, и как эксперт, и как человек, и меня не бросят, постоянно, регулярно на связи. Идеи вот эти, они отрабатываются, эту отработали, эту не подходит, выкинули. То есть вот так вот, я вот из-за этого пришла. Поэтому для меня это очень близко. Ну, плюс, конечно, продукты я уже в первый месяц тоже, пусть даже, да, немного, как новичок, человек, который для меня это было неожиданно, что я смогла в первый месяц вывести уже деньги. Вот ещё в чём фишка. Круто! Классную тему ты затронула про наставников, потому что, когда мы приходим куда-то в новое место, для нас всё непонятно, и возникает даже такой момент, что опять, да, я не смогу, а вдруг у меня не получится, вылазят разные страхи. И на этом этапе очень важно чувствовать, что рядом есть люди, которые сразу подхватывают и помогают разобраться, убирают страхи, помогают да успокоиться, настроить на правильный лад. И вот в нашей команде очень крутой состав наставников, очень крутой. И я могу сказать, что я горжусь, что я в такой команде, потому что здесь можно к любому обратиться, и каждый быстро окажет помощь и поддержку, потому что вопросов может возникать много. Они как технические, так и внутренние, да, какие-то просто переживательные наши душевные. И когда рядом есть такие люди, как Татьяна Ефремова, Евгения Гасюкова, Анна Быкова, я абсолютно спокойна в завтрашнем дне, потому что эти люди уже на протяжении 3 месяца я в компании, вот как раз, по-моему, 25 или 26 декабря я зарегистрировалась, 3 месяца вот уже я в компании, и я каждый день благодарю себя за этот классный выбор, каждый день, потому что расту я и растут мои партнёры, и я чувствую себя в семье. Вот давно я такого не чувствовала, да, в бизнесе, потому что в прошлой компании у меня наставник, на которого я пришла, он бросил, и у меня, по сути, не было такой поддержки, которую вот я ожидала бы получить в сетевом бизнесе. Действительно, все такие орудненькие стали. Да, да, очень хорошие, не няньки, не мамки, не няньки, а очень классные, партнёрские, доброжелательные, чёткие отношения, когда нету такой размытости, а вот чётко всё, вот очень классно. Я даже не знаю, как это объяснить, это на уровне вот просто ощущений, и по факту, что происходит, это очень круто. И поэтому то, что я вышла на автобонус, здесь не только моя заслуга, а это заслуга наставников и команда, очень сильная, мощная команда ко мне пришла. У меня очень классные люди, которые развиваются, они с предпринимательским мышлением, они работают на себя, и у них нет ожидания, что я за них сделаю что-то, что я им приведу людей, что я за них сделаю какие-то действия. Очень круто. В таком партнёрстве расти комфортно, даже не то, что комфортно, просто круто расти в таком вот... Всё. Не знаю даже, как слово сказать просто. Ну, классно. Мне вот круто в твоём, например, где у нас партнёры оффлайн, да? Это ж твой чат. Потому что я работала в своё время, ну, как у меня бизнес был на земле, 10 лет назад меня муж оттуда привёл домой, уже ребёнок маленький был, да? И сказал, хватит. И долгое время у меня было в интернете, да, общение классное, да? У меня много друзей с кем-то... Меня потянуло, я начиталась ваших этих, и меня потянуло на землю. И такое пошло расширение. Столько людей вот как-то появилось вокруг. И вот я из твоего чата, казалось бы, да, вроде параллельные ветки, но я столько черпаю и вдохновения, и советов, и уже сама даже какими-то начала делиться. Ну, мне вот это нравится, что нету разделения. Твоя ветка, моя ветка. У нас как-то это всё происходит совместно. Такое переопыление. Ну, это тоже, именно, понимаешь, идёт всё вот как от родителей, да, в семье. То же самое, ведь идёт от наставников. Здесь очень много параллельных веток. И вот девочкам удалось создать такой микроклимат в команде, когда все друг другу действительно помогают и делятся. И когда проходит обучение или планёрки, то это не вода водная, это не мотивация мотивационная. Давай, давай, вперёд, аги-гей. Дают такие классные инструменты, делятся такими фишками, что я думаю, что у меня колоссальный опыт и знания, и я на каждой планёрке, на каждом обучении беру для себя столько ценного, и сразу это легко можно внедрить в работу и усилить результат. Поэтому автобонус я взяла с огромным удовольствием, хотя я не ожидала, что это произойдёт так быстро. Когда я изучала маркетинг, ты знаешь, я обратила внимание на автобонус, что он есть, но я как-то себе галочку поставила, что подумаю об этом завтра. Так вот, когда-нибудь. И когда мне наставник Анна Быкова пишет, Лиля, пришло время выбирать автомобиль, и это нужно сделать быстро, чтобы уже сейчас начинать получать бонусы, потому что бонусы, они идут отдельно, это никак не влияет на зарплату. То есть зарплата, все дополнительные плюшки, они так и остаются. Автобонус, он идёт как дополнительный. Ко всему, если берёшь автомобиль, то есть важное условие, не может партнёр компании, выйдя на эту квалификацию, взять автобонус с деньгами. То есть мы берём автомобиль, регистрируем его на себя, и компания платит деньги каждый месяц, определённую сумму, по мере того, сколько идёт прирост, компания платит на автомобиль. И, конечно, когда я получила вот эту информацию, что надо брать, у меня, знаешь, какое было состояние? Что происходит? Я только пришла два месяца в компанию, два месяца. Вообще что-то нереальное вообще происходит. Как такое может быть? И муж пришёл на обед с работы, я смотрю на него и думаю, наверное, мне не нужно этого говорить ему, наверное, как-нибудь потом возьмём этот автобонус, потому что он не поверит, он не поймёт. Я просто боялась, что он мне скажет, это вообще нормально, какой автобонус, какой автомобиль. Потому что это очень всё стремительно. Я уже потом думаю, нет, всё-таки я скажу, а там будь что будет. Я ему сказала про автобонус, и он мне действительно говорит, какой автобонус, ты о чём? И я ему говорю, просто почитай вот переписку, почитай информацию, что такое автобонус, за что он выплачивается. Он говорит, мне нужно время всё взвесить. И когда он всё это прочитал, он понял, что это реально круто, что автобонус – это не просто, как сказать, то есть это не сложно. То есть это не то, что мы на себя повесим кредит и будем его тащить, как ермо, и не знать, что с ним делать, то, что это реально, компания платит. И это факт в том, что каждые 16 часов один партнёр компании Siberian Wellness получает автомобиль. Представляешь? Каждые 16 часов, а я думаю, что скоро это будет ещё более сокращаться это время, то есть настолько крутой рост сейчас идёт в компании. И это говорит о том, что придя сюда, любой человек может расти. Осознанный человек с амбициями, с определёнными, да, уже наработками или с нуля, неважно. Здесь даётся полная система работы, полная система. И можно выбирать то, что сейчас ближе, а потом переключиться, например, на более высокий уровень. Например, можно начать работать с чего-то малого, как клиентский чат, поучиться, изучить продукцию, вникнуть, попробовать продукт, получить первые результаты, а потом уже выходить в соцсети. И что самое главное, что не надо создавать, клонировать странички, писать спамные сообщения. Мы работаем с одной странички и создаём входящий поток. И всё это есть в обучении. Вот на сегодняшний момент прописано 12 способов, то есть записан курс. Один блок даётся в неделю на изучение и внедрение. Один метод берём, изучаем, внедряем и получаем входящий поток без спама. Представляешь? Представляю, я же сама этот курс прохожу. Это настолько важно, чтобы новички, кто будет смотреть эту передачу, как это назвать, чтобы они понимали, что здесь они не будут брошенными на произвол судьбы. Иди сам думай, иди зови, пиши списки, думай, где ты как, кого возьмёшь. Тут настолько всё уже продуманное и решено, что просто бери инструменты и внедряй. И если ты не лентяй, если у тебя есть желание, амбиции, то результат будет однозначный. Это однозначно. У меня уже есть результаты. Каким-то вот они реально непостижимым образом появляются партнёры. Сами говорят, сами пишут, сами, может, не таким потоком пока что, но всё это впереди. И я вот насмотрелась, вдохновилась вами и тоже себе вот этот автобонус наметила. Так, не только я вдохновилась, мужчины мои вдохновились. У меня уже, они уже выбрали машину. Папа наш сказал, поддержим российский автопром, уже всё выбрано. Теперь вот идём, он же у меня фотошопом владеет, тут листовки уже делаем. В общем, вся семья втянулась, вот настолько вдохновилась вот этим вот атмосфера этой, настолько она передаётся даже через экран на семью, на друзей, на всех. Вот так вот она расходится каким-то непостижимым образом, хотя я знаю, каким-то энергетик. А расскажи ещё. Можно я кое-как тебе скажу, потому что я тебе этого не говорила, но это, мне кажется, настолько важно. Я хочу тебя поблагодарить, Аня, именно тебя, потому что у нас с тобой это вторая встреча, и на первом интервью, которое ты у меня брала, ты мне мельком сказала такую фразу, что-то там кто-то, кто-то, и такая фраза бизнес-ведьма. И меня эта фраза зацепила, и я тогда остановила тебя и сказала, стоп, стоп, расскажи поподробнее, дай контакт, мне интересно посмотреть, что это. И ты знаешь, вот с того самого дня моя жизнь начала кардинально меняться, потому что бизнес-ведьма, мы работали с Татьяной три месяца, я пошла к ней в наставничество, мы прорабатывали все мои блоки, убеждения, то, что мешает расти, развиваться. И я тебе так благодарна за это знакомство, потому что моя жизнь изменилась в корне, я изменилась, мое отношение к жизни, жизнь ко мне по-другому смотрит, потому что жизнь это как зеркало, то, что внутри, то, что и снаружи. И я тебе очень благодарна, если бы не ты, я думаю, что, ну, я даже не знаю, что моя жизнь была бы все такой же, как болотце, все неплохо, но тухленько. Саня рассказывала, то есть ты все думала, какую же я фразу сказала, теперь вот выяснили, бизнес-ведьма. Ну, видишь, как все возвращается, я тебя вдохновила бизнес-ведьмой, ты меня вдохновила машиной, я вообще раньше не думала, что мне нужна машина, у меня ее никогда не было, никогда не было желания получать права, потому что я попробовала и постоянно путала газ-тормоз, все, мне сказали, даже не подходи, только на воде. Автомат. То есть у меня небо, а живу я в таком месте, что у меня все в шаговой доступности, мне, и у нас такой, так город устроен, что, чтобы доехать до того места, мне легче по переулку дойти пешком за 15 минут, чем садиться и вот это объезжать на каких-то автомобилях. И тут вот реально на тебя насмотреть, пошло такое расширение, я поняла, зачем он мне нужен, куда мне на нем ехать? И сразу появились возможности, вот возможности, идеи. Таня вот реально так вот поддерживает, заряжает этим бизнес-ведьмам, ведьмовство. Как это, знаешь, убирает всех шлагбаумы. Да. И все знаки в топ на пути, да, они уходят. Кстати, по поводу машины, я сдавала на права еще не будучи беременной, то есть до того, как появилась дочь. Дочке сейчас 23 года. И права появились на полочке. Я все время думала, да, я хочу, я смогу, я буду. А потом в какой-то момент у меня вообще ушло желание водить, иметь свой автомобиль, все эти хлопоты, заботы. Я сказала, зачем мне это надо? Вот есть муж, он меня куда надо отвезет, можно такси взять, куда-то доехать, без проблем. И ты понимаешь, то есть я на себе просто поставила точку, это точка, я никогда в это не пойду, в это пространство, в это расширение. И тут вдруг, когда мне Анна сказала, что выбираю автомобиль, у меня буквально через несколько дней пришло осознание, что это будет мой автомобиль, что я сама научусь его водить, что я сама буду ездить, что это будет мое авто. Представляете, я никогда не думала, что я до этого дойду. Вообще у меня, честно, было самое, наверное, большое удивление от себя самой, что выдает мое подсознание, чего на самом деле я хочу. А ведь это реально нереализованное желание. Тогда давно, когда я стремилась, я сдавала на права, я водила, меня хвалили, я так хотела свою машину, но всё время у меня вот что-то срывалось. Вот всё время, да, и я потом просто забила на этот момент. И сейчас я уже скачала себе программку, я сижу, изучаю знаки, правила движения, я буду учиться, я найму специалиста, который меня будет обучать. То есть я, да, я с серьёзным прям намерением. Я хочу водить и тоже я знаю, куда мне ехать, мне срочно нужно ехать. То же самое. Так что есть люди, которые способны возродить, возродить нас и закрыть вот эти желания, которые были, потому что если у нас появилось желание, но мы его не реализовали, то оно забирает у нас много энергии. И либо его нужно закрыть, это желание полностью, да, есть такие техники, как расставание, да, там с намерениями, либо его нужно реализовать. Ну вот у меня происходит реализация сейчас, всё, что я хотела и мечтала о чём-то когда-то и думала, что он уже этого никогда не будет с грустинкой, так, знаешь, я принимала вот эту вот печальную реальность, ну и так неплохо, я себе говорила. Оказывается, можно вообще, чтобы всё было очень даже классно. Ну-ка, расскажи о самом торжественном моменте. Я знаю, что там девочки приехали тебе на вручение, приехали тебя поздравить. Слушай, вот это тоже о поддержке, это о том, о таком важном, когда можно было просто взять машину и поехать на ней домой, поставить в гараж, да, и потихоньку жить дальше, выставить, может быть, пост какой-то и всё. И тут мне девчонки говорят, когда я ещё была в Москве, вот это всё, сразу задавала вопросы по автобонусу, потому что мне было как-то немножко, не всё понятно, даже страшно в какой-то степени. И тут они мне говорят, мы приедем на вручение. Я такая, что? Они говорят, конечно, давай сделаем это всё, это же праздник, это же крутое событие в жизни, не только в твоей, во всей команде. В команде мой автомобиль это девятый автобонус, девятый, представляешь, за короткое время, потому что команде сейчас ещё менее четырёх лет, и уже девять автобонусов. Кто-то даже не взял, насколько я знаю, есть несколько человек, которые ещё не взяли, то есть они в процессе выбирают, думают, пока ещё не решили этот момент. И я так готовилась, представляешь, я заказывала торт, шарики, видеооператора, я думала, какое сделать угощение, звала гостей, я думала, какой у меня будет наряд. То есть девчонки прилетели, три наставника, все три, бизнес-ведьма, Ефремова Татьяна из Артищева, Женя Госякова из Волгограда, Анна Быкова из Москвы, то есть они прилетели, да, с цветами, я сейчас даже покажу эту рамочку, потому что мне вручили Анна Быкова, да, она с командой вручает вот такую вот рамочку, поближе, видно? Ага, видно, классно. Знаешь, это, ну, это такое памятное, я потом, у меня будет здесь стена славы, я на нее повешу, да, тут всякие, как сказать, будут чеки, награды, я буду вешать на стены славы. А муж мне подарил вот такой вот номер, говорит, пусть едет, вышла, надо оставлять, чтобы тот мог позвонить, мало ли, ты кому-то дорогу перекрыл, или что-то важное. Вот, какую я взяла машину, хочу рассказать, я выбрала, выбирала машину, так как у меня опыта абсолютно нет, то есть я не знаю ни марки, ни модели, ни что из себя представляет полная комплектация, не полная, полный привод, передний, то есть для меня это все просто набор слов, и поэтому, когда мы с мужем ездили выбирать, я садилась в машину, вот знаешь, сижу, классная, ну, классная, но они все там, куча кнопочек, экраны, все светится, люки, стульчики, как стульчики, сиденья поднимаются, опускаются, то есть все с подогревом, тем более, мы в такой день ездили, два дня, они такие были, ну, как бы холодненькие, и было так приятно, садишься в машину, там, раз, свет тебя греет, и он такой, ну, 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 это тоже классно, а, и это, ну, какую брать-то будем, ты знаешь, когда я вот села в этот восстановилась, просто, и только внутри, вот это, вот знаешь, вот как, вот говорят бабочки в животе, когда ты видишь человека, влюбляешься в него с первого взгляда, и у тебя башню сносит, и вот у меня к этому авто вот такое же было, внутри все, голова закружилась, и я беру Мишу за руку, говорю, это она, он такой, кто, я говорю, это моя машина, я ее чувствую, я не ожидала, что можно почувствовать, вот так вот, ну, это же железка, ну, как ты можешь что-то чувствовать, и это случилось, и мы ее взяли, это просто, ну, это просто, я ее называю леди МЛМ, потому что она у меня такая, прям, на лабутенах, такая классная, понимаешь? Ой, я прям слушать тебя заворожжу, аж заслушалась, настолько ты вот вкусно, здорово, интересно рассказываешь, я думаю, заразишь всех наших слушателей своей вот этой энергетикой, своими мечтами, и буквально пару слов, о планах на будущее. О планах на будущее? Мне кажется, я все время об этом говорила, я, когда получила автобонус, да, я вот это поверила, во-первых, я прочувствовала, что это несложно, что с этим маркетингом, реально, люди быстро растут, развивается очень крутой продукт, он востребованный, он нужный, он полезный, и в наше время, когда люди, да, напуганы, то, что огромное количество проблем по здоровью, пандемия внесла в нашу жизнь такие корректировки, когда люди сейчас четко понимают, как важно укреплять иммунитет, заботиться о себе и так далее. Классный продукт, классный маркетинг, когда быстро расти можно, и это факт, потому что у меня в команде в первый же месяц, вот мы только пришли, у меня партнеры, да, я вместе с партнерами, мы заработали почти полмиллиона, заработали! Вообще супер! Я сейчас жду итоги марта, мне кажется, там будет просто вот, ну, просто что-то нереальное, и я в тот момент, когда сама получала машину, да, я открывала шампанское, резала торт, и у меня внутри вот такая цель родилась, то есть она как бы вот пришла сама, что за год в команде будет пять от пяти, не пять, а от пяти автобонусов. О, вот это вот круто! Понимаешь, кто-то меряет там товарооборотами, там какое-то звание закрыть, а у меня прям цифра вот пять автобонусов в команде и более, то есть я не ограничиваю, что пять и всё, от пяти. От пяти и выше? Да, вот такие планы. Такие планы, к этому идём. Есть уже партнёры, которые настроены, уже растут, у них есть классные результаты, каждый месяц идёт прирост, поэтому я уверена, что уже скоро сама буду ездить на вручение, я этого жду с трепетом. Ну и напоследок пожелания всем, кто нас слушает. Пожелания. Выбирайте себя, друзья, вот просто чувствуйте сердцем, где вам хочется быть, с кем и что делать. И никогда не останавливайтесь на достигнутом, нет предела совершенства, развивайтесь, становитесь интересными личностями, чтобы быть магнитом, который притягивает к себе таких же интересных людей, с которыми вы будете друг друга, да, вот как это, усиливать, взлетать вверх. Поэтому я говорю, что у меня вот команда, это как ракета, мы пришли, встретились, усилили и взлетели. Если есть, да, вот это блютуз, совпадение, конечно, это не со всеми людьми происходит, но в основном это так, встретились, почувствовали друг друга и полетели вверх. И это самое классное. Я всем желаю реализации всех планов, надежд, желаний и намерений. И крепкого сибирского здоровья, конечно. Леечка, я присоединяюсь к твоим пожеланиям и хочу сказать для тех, кому откликнулось, мы вас ждем, координаты будут под этим видео и мои, и Лилины, и все наши командные. На сегодня все, целую вас, обнимаю и здоровья сибирского и счастья и реализации. иных,